Доброе утро всем. Я опять иду в рабочих тапках домой. Короче, я сегодня утром зашла в магазин, там у нас, и продавец, ну парень, он и хозяин, он хамоны хорошо режет. И гляжу, хамон такой без жира, без всего, блин, хочу. И говорю, нарежь мне 250 грамм, говорю, сейчас зайду. Потому что я не люблю жир, я вообще не люблю ни в каком проявлении жир. Вот, да-да-да, сейчас уже перед уходом, короче, захожу, он еще не нарезал его. Ну ладно, хрен с ним. Я там пошла другую укладку делать. Говорю, пока вот туда-сюда хожу, ты мне нарежь. Он такой, ладно. Захожу, он все еще не нарезал, и режет при мне. И гляжу, там половина жира уже. То есть хамон, а испанцы любят, чем жирнее, тем вкуснее. А я не люблю. Я поэтому и попросила его, что он не жирный, поэтому он мне нарежет. Я говорю, ой, а что так много жира? Я говорю, а что с утра? Говорю, другой хамон был? Нет, он был с другой стороны. С другой стороны, видимо, меньше жира был. Я говорю, я такой не люблю жирный. Рядом женщина, ой, это же самый вкусный. Я говорю, ну, вкус-то у всех разные. Может быть, вам и вкусно? Говорю, ну, я жир не люблю. Ну, короче, он мне нарезал 200 грамм. Я говорю, что остановиться? Блин, если тебя просят, который увидела хамон, нарежь, который увидела, а не который ты там подумал и решил. Я жир-то вообще его терпеть ненавижу. Вот, хотел один раз, как говорится, купить. Ну, все там его хвалили, хвалили этот хамон. Лучше в Меркадоне покупать. Там ты выберешь, посмотришь, пощупаешь, понюхаешь. Нет, если бы он мне нарезал тот, который я видела, было бы все нормально. Ну, конечно, он его, наверное, срезал, перевернул. То есть, ну, ладно, муж сожрет. Вот, он же, он любит такой жирный хамон. Что-то я вам домой принуду, покажу. Я вообще люблю со стороны, вот где самый сухой хамон. Энга, сува, Чарли. Он там самый вкусный, я такой люблю. Вот я эту сторону и увидела. Ты мне продавай, что я увидела, а не шо ты там решил мне нарезать, правильно? Жара несусветная. Бабушка сегодня тоже одна. У меня сегодня клиенты, они в течение недели звонили и заказывали время на сегодня. Вот, и то есть у меня так все расписано, прям вот расписано чуть-чуть. Одна уходит, вторая заходит, третья уходит, четвертая заходит. И вот так вот. И вот, и я пока между этими, в мою голову заходит и одна бабушка тоже. С внучкой, с правнучкой, со всей делегацией. Сейчас же как бы нельзя, чтобы много было народу. Значит, заходит. Ну, она тоже моя постоянная, но сейчас не постоянно, потому что уехала отсюда. Заходит. Я к ней выхожу, говорит, что ты будешь делать? Мне покраситься и уложиться, я говорю. Блин, а говорю, а что мне не позвонила? А, ну, я вот что-то думала, я ходила, вот, и не знала. Я говорю, ну, вот телефон везде висят. Говорю, что будешь делать? Ну, вот покраситься и это, уложиться. Я говорю, ну, это будет не сейчас и не это. А когда? Я говорю, ну, ты оставайся. И я говорю, может быть, между клиентами тебя приходую. Пока там между какими-нибудь клиентами, там тебе, ну, может быть... Ну, блин. А что, сегодня свадьба? Видите, здесь свадьба. А там, блядь, мужик разгружается. Такую жару. Свадьба. Надо быстрее отсюда сваливать, потому что сейчас струлять начнут эти петарды. Видите, девушка какая красивая идет. Быстро разгрузился. Ну, и продолжай. Я ей говорю, ты, говорю, оставайся. Я тебя покрашу между какими-нибудь и потом, говорю, последнюю там... А во сколько будет? Я говорю, ну, в час, пол, второго, в два. Не знаю, говорю, не могу тебе сказать. Говорю, оставайся. Ой, ладно. Пока я голову мыла, выхожу. Говорю, а где она? Ушла. Ничего не сказала. Ушла. Вы представляете? Нет бы там сказала. Да, я потом приду. Туристов страсть у нас вообще. Они не уезжают. Они остаются. И ушла. Вот так вот. Ничего не сказала. Че? Почем? Как? Зато пришла с целой делегацией. Луна, может, луна это... Блин, ну, с хамоном я так, знаете, как-то, знаете, обидно стала. Блин, видела один, прихожу, он мне режет один жир. Ну, нахрен мне нужен жир, объясните мне. Ну, это самое вкусное, я говорю, ну, я не спорю, ну, я не люблю такой жирный. Я увидела нежирный. Я и сказала мне его нарезать. А что ты мне один жир-то режешь? Нахрен он мне нужен-то? Все, разочаровалась я. Больше не буду покупать. Хотела раз в жизни. Потому что все, такой у него охеренный хамон, такой вкуснятин. Я говорю, блин, увидела, я зашла за водой, увидела тоже, блин, офигенный. Там вообще жира нету. Такой вот какой-то мне нравится. Говорю, о, сделай мне 250 грамм. Захожу, а он мне там хераж цела. По цене 20 евро килограмм, друзья. Оно мне надо. Даже не 20, а 24. Конечно, не надо. Сало я в Беркаду и возьму. По 7 евро килограмм. Такое же. Иберическое. В общем, ладно. Так бы вот, если бы не нужно, я бы его выбросила. Потому что я жир вообще не переварю. У меня к нему рвотный рефлекс. Особенно, если в супе вот этот вареный попадется. Все, я... Ладно. Мне сегодня вечером еще на работу ехать. Но в 7 часов. Ну, шо ты разрогатился, дорогой. Говорю, луна, наверное, это... Полная. Один жир. И че, смотрите, отрежу вот это. И че мне там останется? Сало. Пипец. А я видела утром вот такое вот. У нас все, без жира вообще. А тут одно сало мне режет, стоит. Короче, я тут себе побрезала. А это вот жир. Муж такой любит. Как это можно любить? Это же сало. Нет, сало я очень люблю. Ну, не по цене черной икры. Все, я на сегодня управилась. Сейчас пойду в Лидл. Порошка нету. Ни граммулечки. Порошок куплю. И помидоры. Ну, еще что-нибудь. Вы знаете, как я хожу за молоком. Покупаю все, кроме молока. Ой, прохладненько, хорошо. Ладно, мама, пельдинный коч. Хотела взять малинку. А что-то нету. А то, смотрите, что есть. Тиви, бэби. Маленький киви. Интересно. Интересно, почем они? Фромбоеса вот написано. Но ее нету. Все выкупили. Жалко. Вкусная была. Помните мне хамон подружка покупала в Стамбольму некоре? А у нас тоже появился. Копченый хамон. Тоже появился у нас такой. Вот, смотрите. Может, кусочек выбрать себе без жира-то. Почем он? Шесть евро. Что-то жирные какие-то. Тут вот сосиски есть. Тоже копчененький. Рулька. Селедка. Ну, вот эта селедка, она сильно оксусная. Я брала как-то. Уксуса много. Ядреная такая прям. Ух. Смотрите, 60 евро стоит вот такой вот рубашки гладить. Вот такая фигня. Так надеваешь. И, пожалуйста, тебе все гладится само. А, и сушит даже. Ну, надо же. Это вот кто в офисе работает. 60 евро. Ну, нормально, да? Кто задолбался в рубашке гладить, купил. И все спокойно. А, тут этот вот для владельной доски. Такое все. Для стирки. Тазики разные. Вот этими, кстати, я пользуюсь. У меня дома есть. Люфчики стирать вот в таких вот очень удобно, знаете. И эти вот не вылазят, как называются-то. В косточке. А, вот такая штука, кстати. Это на дверь вешается. Чтобы туда грязное белье складывать. Интересное приобретение. Может, приобрести? Ванную как раз. Хотя, что это все собирать? Ванную. Что-то еще интересного. Ножницы. Тут какая-то одежда. Рубашка. Не рубашка, а майка какая-то. Непонятная. В общем, так вот. Что? Знаете, что он боится? На улице стреляют. На эти ребятишки ездят на велосипедах. И у них вот это вот, пипочка-то, звонок. А он его боится до ужаса. И ходит тут за мной, как хвостик. Чтобы его на ручку взяли. И спасли. Короче, вот. Я сегодня одни вкусняшки купила. Вот это, знаете, что? Это меренги в шоколаде. Я как-то разбрала. Вкусно. Взяла сальмон. Он что-то около 8 евро стоит. Здесь 600 грамм. Вот. Но оно прям чистое такое. Я сейчас посолю. То есть тут ни костей, ничего нету. Потому что в маркадоне стоит сальмон, красная рыба, 8 евро килограмм. Но там надо брать полрыбы. То есть с головой, с костями. Ну, то есть получается не так уж. Ну, тоже на то же, да. Смотрите, это вот у нас сегодня, по-моему, немецкая какая-то тематика в Лидоле. Это вот похоже на наш пельмень. Потому что здесь 70% мяса. Не знаю. А, 70. 28 всего. А где я 70-то прочитала? Короче, везде обман. Короче, взяла попробовать. И вот такой бекон копченый. Какая-то сельва негра. Черная сельва какая-то. Вот. Он без кожи. И с этими, с травами. Что-то 4 евро стоил вот этот кусочек. Помидоры взяла на завтрак. Это вот 100% помидоры. Потертые огурчики. Молоко. Ананас. Раз в китайском были, ананас, наверное, целый съели. Он такой вкусный был. Вообще. Вот тоже взяла. Ну и порошок. Все. 28 евро отвалила. Смотрите, какой классный кусок. Я тут уже приготовила соль. Там сахар. Ну, в общем, все на свете. Как надо. Я сейчас буду засыпать. Прям пахнет нереально вкусно. Я сейчас буду засыпать. Я сейчас буду засыпать. ну я как всегда легла монтировать и не попрощалась с вами я машинку постирала точнее машинку не стирала она сама стиралась в общем вы поняли другую поставила я говорю это же выходные и днем жарко все это вешать сварила картошку завтра запишу вам рецептик русского салата на испанский лад то есть здесь есть русский салат в испании его делают но он совсем на наш не знаю почему русский полный называют у меня есть догадки что из-за майонеза потому что я говорила что в испании не особо едят майонезные салаты вот поэтому наверное вот один единственный который называют русский салат а еще свой чуть не мандыкнулись у меня не разбились об мою большую голову а вот отварила сам картошку эти яйца все как надо сделала и завтра сделаю салатик такой потому что ходил сегодня по лидолу и думал чего вы мне приготовить и потом мне прям понравился тот салатик и завтра его заваться и схожу в русский зачем-нибудь за каким-нибудь вкусняшками хочу пряники шоколадные вот он у нас закрыт был на в отпуск вот и взять чтобы удобно было так и в общем открылся когда открылся то в среду что ли открылся в общем открылся и хочу пряники пряники еще наверное чего-нибудь не знаю больше вроде как ничего не охота все купила все есть селедка еще в морозилке валяется вот поэтому вот такие вот у нас завтра дела муж говорит куда-то там сваливает может быть к обеду приедет у нас там на улице дети бегают и на велосипеде катается и вот этим звонком пим-пим а я уже раз показывала в чарли и чарли не знает куда ему деться от этого вот трус вообще представляете боится какого-то звонка не понимаю почему иногда грома не боится грозы не боится у нас кстати на понедельник-вторник передают дождь не знаю не знаю что то у меня это не особо верится во вторник даже опять ветер завтра обязательно поеду на пляж ну потому что понедельник-вторник передают дождь надо пользоваться моментом вот и не так народу много наверное будет потому что уже все прям конкретно на школу начинается со следующей неделю у всех уже маленьких больших поменьше побольше взрослые совсем тоже идут в школу вот короче все в школу и на пляже будет меньше народу аллилуйя весь пляж для нас кайфую сегодня я с тобой кайфую так что еще то и все ветерочек тут дует по моему небольшой вот такие вот у нас пироги жду от вас лайкосиков жми на форум лайк не меня лайк не меня все больше никаких мыслей нет до завтра подписывайтесь и пишите ваши комментарии а завтра мы с вами увидимся в русском магазине ну и там прогулочку какую-нибудь сделаем русский салатик сделаем все будет ну я думаю что будет интересно все самое лучше все пока пока